Всем привет, дорогие Дорогие друзья, вы на канале Фоломей И сегодня я запишу Быстрый, беглый, краткий обзор Руля Logitech MoMA Racing Как ведет себя этот руль Что он из себя представляет, вы можете посмотреть В моих видео А этот выпуск будет записан не то, что Как обзор, я запишу просто настройки Потому что действительно существуют люди Которые, допустим, условно Приобрели руль, как я, я его взял на Авито бэушным, просто вообще Себя попробовать в данном Виде погонять на руле Конечно, этот руль не самая подходящая К примеру, для игры в ETS 2, в Евротак Трак Симулятор 2 Но я катаю пока что Для начала, поверьте мне Можно, можно Приобретать этот руль Да, конечно, 900 градусов для ETS 2, это на самом деле очень критичный Важный момент, который нужен И должен присутствовать, но Для начала, для того, чтобы попробовать Вы можете взять такой руль Как Logitech MoMA Racing Почему Logitech MoMA Racing Потому что на вторичном рынке Его, если постараться, помониторить Можно найти заприемлемую стоимость Я приобрел свой за 2700 Он в прекраснейшем состоянии Он отлично работает Вообще, к нему никаких претензий нету Как бы тут две педальки У нас газ-тормоз Есть секвентальная коробка Переключения передач В руле есть также лепестки И в руле имеется 6 кнопочек На которые вы также в играх Можете назначить различные пункты управления То есть повороты, там зеркала Выход в меню и так далее Но сегодня мы собрались за другим Как же настроить данный руль У меня сейчас, в принципе, присутствует Единая настройка для практически всех игр Но я хочу потом заняться Я вам также запишу отдельный ролик Хочу сделать сохранение для разных игр То есть настройка руля для ETS 2 Для Eurotrack Simulator 2 Настройка для Forza Horizon Сейчас я активно играю в Forza Horizon 5 Как вы это можете заметить По роликам, которые выходят Соответственно, у меня сейчас Прям очень актуальная настройка Для Forza Horizon Так что, кто приобрел Logitech Momo Racing На текущий момент Force Feedback Да, кстати, забыл упомянуть Что в этом руле имеется Force Feedback То есть обратная связь И когда вы, соответственно, едете По неровностям По каким-то качкам И так далее То все это прекрасно Передается на руль Он отлично с этим срабатывает Итак, вы приобрели руль Вы его подключили полностью Нужно настроить Возможно, он у вас При первом включении Может, когда он настраивается Он может вот в таком положении Остаться в повернутом И это не самый прекрасный момент Потому что он Откалибровался неправильно И его нужно откалибровать Так вот, что нам нужно сделать? Нам нужны драйвера Этим мы сейчас и займемся То есть Смотрите Мы открываем Вот я прям сейчас открываю Как будто я так же с вами приобрел И делаем просто Я ссылку в любом случае Вам оставлю В описании Но сейчас я так же покажу Можете это сделать так же Что мы пишем? Просто драйвер Драйвер для Мома Рейсинг Делаем так И нам сразу же первые ссылочки Вот прекрасно и попадаются То есть Вот видите Я вот Переходил по ссылке Вот она горит Что я когда-то на ней был Это официальный сайт Как раз видите Support.logi.com Download Logitech Momo Racing Force Feedback Вилл Все Я вот на Download Попал Попал на данную ссылку Здесь выбираем Что у вас Если у вас Как у меня уже Допустим Windows 11 То вы Спокойно Можете выбирать Windows 10 Потому что Сами понимаете Все что для Windows 10 Оно сейчас Актуально И подходит для Windows 11 В принципе Практически Ни с драйверами Ни с чем Проблема У вас Не должно быть Вы не должны С ними столкнуться Итак Что мы делаем Мы выбираем У нас Windows 10 Здесь уже стоит Окей Выбираете Разрядность Своей системы У меня 64 бит Как вы видите Драйвер весит 15 мегабайт То есть Это ни о чем И нажимаете Download То есть Скачать У меня он уже Скачен Поэтому я Не буду Этого делать Все Мы скачали Мы по стандарту Установили Драйвер Все как это Обычно После чего У вас Всегда при Включении Будет Появляться Вот Куда я сейчас Показываю Куда я сейчас Показываю Мышкой Данные Вот такое Данные Приложения Появляются В котором Можно Производить Дальнейшие Настройки Называется Оно Logitech Профайлер Заходим В него Вот он Все Теперь у вас Всегда Когда вы будете Уже установили Все полностью Подключать руль У вас он будет Калиброваться Благодаря этому Приложению Итак Здесь как вы видите Можно все тоже Назначать Делать Но Что делаю я Сейчас 5 секунд Так это обозначение Что делаю я Смотрите Один раз настроил И более я на данный момент Не настраиваю В принципе Настройка у меня сейчас Для многих игр Спокойно подходит Нажимаем Девайс Нажимаем Game Controllers Logitech Momo Racing Свойства Это для Калибровки Вот видите То есть я Показываю Сейчас середину Повернул Повернул руль Ага Серединка Руль Все Руль у меня Откалиброван То есть он Ровненько у меня Стоит Мы это видим Дальше Нажимаем Газ Проверим Вот видите Я нажимаю Постепенно Спокойно У меня С газом Ничего не происходит Кстати Это очень важный Аспект При покупке БУ руля В принципе Это относится Не только К Logitech Momo Racing Это И к Drive Force Feedback Относится И к G29 G27 Logitech И так далее То есть Там правда Уже другое Приложение Немного идет Но Как бы Смысл не теряется Обязательно Обязательно Проверяйте Газ и тормоз Как раз таки Либо просите Когда покупаете Онлайн С другого города По авито У человека Чтобы он вам Записал видео То есть Вот я Видите Аккуратно Давлю на педальку И все у меня Отлично срабатывает Ни рывков никаких нет То же самое Проделаем с тормозом Видите Все происходит Как нужно Окей Здесь мы Закончили Нажимаем Окей Окей Здесь у нас Все откалибровалось Все настроилось Дальше Заходим Options Есть Вот Global Profiler Settings Нам Это не нужно Мы заходим Options Global Device Settings То есть Настройка Нашего Девайса И вот Это Очень Как раз таки Есть Важная Настройка Которая В принципе От этой Настройки Будет Зависеть Как вы Будете Играть Как будет Работать Ваш Руль Ваш Форс Фидбэк И так Далее Во многих Играх Конечно Можно Это настроить В меню Игры Но во многих И нет Поэтому Для нас Очень важна Эта настройка Смотрите Данную Настройку Я совершил В принципе Я просмотрел Огромную кучу Роликов Кучу Различных Объяснений Перечитал У чуваков И так далее То есть И топовых Чуваков Которые записывали Обзоры На данный Руль Уже много лет Назад И я вот Пришел К таким Настройкам Мне сложно Конкретно Объяснить За что отвечает Но в принципе Если хотите Можем подробнее Разобрать Но Но на сегодняшний день Можете попробовать Вот сейчас Вот те настройки Которые у вас есть На экране Попробовать Включить их И соответственно Точнее не включить А настроить Так же как у меня Так же поставить Галочки Обязательно Enable centering Allow game to Adject settings Все Все это поставить Процентность Такую же Либо близко К этой Которой у меня Поставить И попробовать Погонять К примеру Там Forza Horizon Либо в какую игру Вы сейчас Намерены играть Даже в ту же ETS И эти настройки Более чем Вам подойдут По крайней мере На первое время Пока вы Не освоите Нормально Данный руль Дорогие друзья На этом В принципе Все Это беглый Обзор Настроек В принципе Если что Пишите в комментариях Свои вопросы Постараюсь Вам на них Ответить Либо может быть Что-то вы заметили И хотите меня Наоборот Поругать Вы намного Круче И больше Шарите В данном вопросе Обязательно Я принимаю Все комментарии Дорогие друзья Обязательно Поставьте лайк Этому видео Подпишитесь На мой канал И ставьте Колокольчик Всем большое спасибо Всем до новых встреч Всем пока